Готовим холодец с веселыми поросятами. Такой холодец я готовила в мультиварке, но его прекрасно можно сварить в обычной кастрюле. Только варить нужно на самом минимальном огне, чтобы он получился прозрачным. Без этого блюда не обходится ни один праздничный стол в Новый год. Подавайте этих веселых, забавных поросят с хреном, горчицей и кетчупом. И еще один секрет. Я не люблю, когда на холодце лежит застывший жир. Поэтому ставлю кастрюлю с бульоном в холод. Когда жир застынет, снимаю его. В кастрюле остается один прозрачный бульон. Им заливаю мясо и холодец у меня всегда прозрачный, как слеза. Свиную ножку тщательно поскоблите и помойте, разрежьте на две части, чтобы она поместилась в кастрюле. Говядину также хорошо помойте. Выложите свиную ножку и говядину в чашу мультиварки и налейте воду. Если у вас куриные голени домашних суповых кур, которые варятся долго, то добавьте их к ножке и говядине. А если обычный бройлер, то пока не кладите. Включите мультиварку на режим тушения. Через два часа приготовления откройте кастрюлю. Добавьте в бульон морковь, луковицу, лавровый лист и перец горошком. Продолжайте варить еще 2,5 часа до готовности мяса. Когда ножка и говядина будут практически готовы, добавьте помытые куриные голени. Холодец посолите по вкусу и варите еще 30-40 минут. После достаньте отварное мясо из кастрюли. А бульон процедите. Свиные ножки я выбрасываю. Если вам нравится, можете оставить. Но я беру только говядину и курицу. Удаляю жир пленки, кости и шкурку. Оставляю только мякоть, которую мелко режу и раскладываю по тарелкам. В каждую тарелку кладу измельченный чеснок. Приготовьте части для поросят. Сварите яйца вкрутую, охладите и очистите. Из сосисок сделайте пятачки, ушки и хвостики. Из перца горошком, глазки. Для украшения из моркови вырежьте цветочки. Соберите поросят с помощью зубочистки и выложите на мясо в тарелки. Украсьте холодец цветочками и петрушкой. Залейте мясо с поросятами бульоном и поставьте в холод до полного застывания. Холодец поросята готов. Приятного аппетита и хорошего Нового года.